Девчонки, у меня сегодня день начался удачно. Сейчас пришла только что из магазина, буду разбирать покупки. Такси приехала за 10 минут до заказа, до времени заказа и назад. Когда возвращалась, подъехала совершенно практически, ну там 4 человека была, пустая маршрутка. Так что я не ждала ничего. Ну вот сейчас сколько? Полдесятого, ну 35 минут десятого. А я уже дома, уже зашла в магазин, покажу, что я купила. Молочко, купила мелешки вот такие вот носки, скоро же линейки начнутся. Да и так потеплеет. В общем, две пары по 30 гривен. Бананчики купила по 32 гривны они у нас, кофе со скидкой 56. Хлеб, конечно, дорогущий, 300 грамм, стоит 17 гривен. Но никуда не денешься, он полезный и мне нравится. И перец, девчата, такой дорогой перец. 102 гривны за килограмм. Помидорчики по 35. Три штучки взяла, такие вкусные. Кабачок взяла, икры хочу сделать, морковочки. Перчик почему взяла? Что буду делать? Икру кабачковую. Кабачок, перчик, помидорчики, морковка. Огурец взяла. Что у меня тут еще? Лимончик. Моцареллу. На выходные мелешки пообещала пиццу приготовить. И творожок. Яблочки у меня были. И вот, в принципе, и все. Так, сейчас буду раскладывать. Ася, Ася, она цепляется за платье. Асютка. Ух ты же, обезьянка ты маленькая. Решила, что раз у меня так классно все получилось со временем. В общем, разобрать летний гардероб. Подоставать там шорты, юбки. И смотрите, до чего я дохуделась. Моя любимая летняя юбочка. Вон, какая огромная. Я даже не знаю. Вон, все болтается. Смотрите. Хотя по весу девочки на килограмм больше. Была 57. Взвешивалась в спортзале 58. Не знаю, возможно, это как бы мышцы. Или перед критическими днями нужно посмотреть календарь. Но по весу на кило больше. А по объемам, не знаю, может ее как-то на бедрах носить. Так на бедрах сейчас уже вроде как никто не носит. Буду вообще как неизвестно кто. Может отнести и ушить. Она такая удобная. И цвет классный. Бирюзовый у меня маечка по ней такая классная есть. Ну, или может ремень как-то. Но ремень собрать, она здесь вам какая вся. Непонятно ни вида, ничего нет. В джинсовой дела обстоят немножко получше. И она как бы здесь такой поясок, что можно и пониже как-то ее нарядить. Но так как она должна быть. Ну, вот видите, вот такого плана как бы поясок. И тоже кулачок свободно умещается. И это после стирки. Как бы после стирки на джинсовая ткань. Она садится хорошо. Ладно. Будем мерять дальше. Ну, а свои летние джинсы я вообще надела, не расстегивая ни змейки, ни пуговицы. Вот так вот. Но они, видите, их можно и снять. Ладно, раздеваться не буду и снять можно без всяких проблем. Даже не верится девчонке, что еще полтора года назад. Это французский, 42 размер. Это какой на наш это будет? Плюс 6, 48. Что-то у меня где-то, у меня где-то сейчас, наверное, 44. Ну, вот они. Вообще такие. Их можно шортиками сделать. Вот это обрезать. Вот это все драное, рваное и на пляж носить. Вот так. Ой, слушайте, вчера меня накрыло, как говорится, на полную катушку. Артур прислал фотки, открытия ресторана, там сколько людей. И вот такая ностальгия нахлынула, что вот когда вы мне пишете, что Ой, Лиль, небось, ход с этого Францию. Ой, девочки, вчера настолько хотелось, что я вам даже передать не могу. Вот в ту Францию, которая была до вот этого коронавируса, до карантина, до вот этих масок. Потому что вот люди сидят, едят, улыбаются. У всех такие счастливые лица. Не, ну французы, конечно, как сказать, они в своем репертуаре. Потому что вот представьте, сколько третий день сегодня, как открыли рестораны. Ну кафе, ресторанчики, барчики. И уже до конца следующего месяца, вот в ресторане моего сына, где он работает, там забронированы на обед и на ужин. Они, кстати, работают до 9 вечера. Что сначала им сказали, что будут работать только в обеденные часы. Но немножко поменяли, что будут они до 9 вечера работать. Ну до вот этого комендантского часа. И уже на обед, хотя раньше как бы на обед можно было приходить, не резервируя столик. То сейчас до конца июня обед и вечер полностью все места заняты. Ну и вот настолько вот, даже передать вам не могу. Как-то вот все так вспомнилось. Такая вчера какая-то, ну не то, что грустная, но как... Да не, наверное, грустная. Чего уж там, греха таить, как говорится. Вообще, ну как, вот когда там спрашивают, там, ну как так можно было там поменять Францию и так далее, тому подобное. Я вам скажу так. Я вот и там, и там бываю, ну там и здесь бываю, часто и вижу, что если сравнивать Украину, вот конкретно суммы где-то еще лет пять назад и сейчас, то в бытовом плане, в суммах в Украине, ну ничем не хуже, чем во Франции. А в некоторых отраслях даже, я бы сказала, она превосходит Украина, превосходит Францию. Потому что, ну вот взять хотя бы супермаркет. Я делаю доставку, раньше, ну дурочка, не знала. И ходила в магазин, в сельпо и закупалась там, ну где-то недели на три, такие, ну продукты, которые там не портятся. И брала такси, потому что, ну набирала там много и ехала домой. То сейчас вот бесплатная, ну как бесплатная, одна гривна стоит, но это одна гривна, сейчас за гривну мало что купишь в магазине. И тебе привозят домой все полностью. Во Франции такого нет, максимум, что ты там можешь найти, ну это драйв, это когда ты приезжаешь, тебе там уже все в пакеты собрали и ты забираешь. Что касается сферы, ну вот бытового обслуживания, относительно парикмахерских, окраска, стрижка волос, маникюр, косметологические какие-то процедуры, они и тогда были уже намного выше по уровню и по качеству и дешевле по цене, чем во Франции. Ну девчонки не дадут мне соврать, кто проживает во Франции, что найти хорошего мастера марикюра или хорошего парикмахера, это очень-очень большая проблема. Взять даже, ну вот ремонт обуви, здесь я поменяла набойки на туфли, на полиуретановые, классные, вообще замечательные. Хожу второй год и они абсолютно в идеальном состоянии. И стоило это 100 гривен. Во Франции тебе за 15 евро ставят резину, которая стирается буквально там, ну за две недели носки. Поэтому, девчонки, если вот так вот, ну как бы сравнивать какие-то такие вот именно бытовые моменты, в магазине ты все овощи, все фрукты, вот я в основном хожу покупать сельпо и АТБ, потому что сельпо очень выгодно. Когда идут акции, скидки, ты там можешь купить товары, ну по очень привлекательным ценам. И в АТБ, что мне нравится, там всегда огромный выбор овощей и фруктов. И они очень хорошего качества и дешевле по цене. Так вот, нет проблем, хочешь авокадо, хочешь кокоса, на нас все есть. Но авокадо, конечно, не всегда зрелые, вот киви и авокадо здесь, конечно, ну во Франции с этим немножко получше. Но что касается каких-то продуктов, были бы деньги, купить можно все. Но в принципе так же, как и во Франции, были бы деньги, и ты можешь себе приобрести все, что ты пожелаешь. Так что, ну как бы бытовая вот эта вот сфера, она меня абсолютно никак здесь не угнетает. Мне всего хватает абсолютно, и как бы я ни в чем не вижу какой-либо большой разницы. То же самое касается доставки еды. Что еще лет 5-6 назад заказать пиццу как бы на дом было невозможно. Там суши, или сейчас у нас, особенно когда вот был локдаун, можно было все, что угодно тебе привезут, доставят. Конечно, некоторые за доставку там 50 гривен берут, но если заказываешь больше, чем на 300 гривен, то доставка идет практически везде бесплатная. Так что сейчас сиди дома, тебе продукты сложат, принесут, прям в квартиру поставят. Готовить не хочешь там, или там какой-то праздник устраиваешь, то же самое. Плюс я в Инстаграм нашла столько женщин, которые дома пекут великолепные торты, пирожные, круассаны, макарон. То здесь как-то, ну, не было этого. Ну, то сейчас очень-очень как бы с этим тоже нет проблем. Единственное, вот если положа, как говорится, руку на сердце, чего мне не хватает, так это общение. Вот такого вот общения, которое у меня было во Франции. Во Франции мне движухи не хватало, потому что как бы, ну, и муж всегда там где-то что-то сделает. Плюс там родственники, плюс, ну, и соседи тоже такие нормальные. И сын всегда на подхвате. И как бы все какие-то там, ну, такие вопросы, там 50% там на мне, 50% там что-то на них. То здесь, конечно, и по маминым вопросам, по школе, по Миленкиным кружкам, так далее. По моим тоже самое. Вот этого у меня день распределен очень даже так хорошо. Но что касается вот общения, француженки, как-то вот они более легкие на подъем. Мы вот отведем деток в школу и идем с мамочками пить кофе. Здесь как-то, вот я смотрю, в основном покупают кофеек на лотках. И вот все бегут с этими стаканчиками и по дороге, значит, его пьют там кто на учебу, кто на работу. И как-то вот так вот, чтобы встретиться, выйти куда-то, как-то погулять, ну, здесь не очень практикуется. Плюс Любаня моя, она такая домоседка. Я вот сколько, прекрасная погода, сейчас весна. Я вот не могу дома находиться, если у меня появляется свободное время и хорошая погода. Плюс после вот этого локдауна, когда все было закрыто, когда и дождь, снег, зима такая у нас холодная была, что как бы, ну, не особо-то погуляешь, то я сейчас стараю наверстывать все упущенное. И ей что не позвоню, ой, я ест и готовлю. И то я сериал смотрю. Ну, в общем, на цыпки не вытянешь. Ну, я вот этого, конечно, не понимаю. Потому что дома сидеть, ну, дома, ну, что ты сидишь дома в четырех стенах. Хватит, зимой отсидели. Сейчас, наоборот, в городе такая красота. Каштаны цветут, клумбы все такие красивые. Ландыши, тюльпаны, петуни. Ну, в общем, идешь и глаз радуется. Ну, не могу я. Мне вот тоже в спортзал, говорю, давай я три раза в неделю хожу в спортзал. Потому что, ну, как бы в вечернее время есть возможность. Когда Милен даже с собой беру, когда там у бабушки оставляю. Но не могу я. Туда не хочу, сюда не хочу. И как бы мне вот этого вот, именно с француженками, мне было как-то вот, ну, легче. Мы там собрались. Так, девочки, там я нашла, вот у нас открылось. Пойдемте на Пилатес. Пойдемте там еще куда-то. И здесь вот, ну, как-то вот, ну, конечно, ну, что говорите. Я же, не то, что там у меня 150 сейчас друзей здесь, и вот все такие одинаковые. Потому что люди, с которыми там я общалась до отъезда во Францию, кто-то переехал, кто-то поменял номер. Это как бы контакты потерялись, что кто-то поменял номер телефона, кто-то замуж вышел, уехал там в Америку, в Австралию. Что, ну, как бы общение такое только по WhatsApp или по Viber. И вот, ну, еще так, такую вот компашку, таких же активных, как я, я еще вот, ну, не нашла еще. У меня нет такой вот группировки, которая была во Франции. Там, конечно, с девчонками намного проще все это было. А здесь мне вот этого не хватает. Ну, и, конечно, ну, вот этой вот атмосферы каких-то, наверное, пейзажей каких-то. Ну, все-таки привыкаешь, когда долго живешь, то привыкаешь. Так что у меня вчера было такое настроение ностальгическое. Ну, ничего, это так, бывают такие моменты слабости. Мы уже скоро будем собирать чемоданы. Будем все, ой, туда-сюда, я к переезжей свахи. Ну, что, что об этом вообще говорить. Конечно, немного по-другому представлялось вот это вот наше пребывание. Здесь никто же не планировал, что будет этот коронавирус, и что все это будет так серьезно и так надолго, как бы. У нас планы были одни, что можно будет до Германии 60 евро билет, в Италию там 70-80, ну, как там, без багажа, без ничего, что можно было спокойно летать. Или в Польшу вообще там автобус 1200 гривен и едьте в Варшаву. Как бы, ну, не думали мы, никто не планировал. Ну, ничего, что есть, то и есть. Я, в принципе, не жалуюсь. Но вот Артур меня так подогрел этими фотками, что немножечко взгрустнулось мне. Ладно, девчонки, время идет, а за меня здесь никто ничего не делает. Так что буду я сейчас покушать, что-нибудь приготовлю. Икру кабачковую собрала сделать, приготовлю икру. И, наверное, сделаю по новому рецепту. Еще тоже ни разу не делала. Хочу попробовать. И брала из диеты парижанки, но там идет как бы запеканка вот такая вот в одной форме. А я хочу вот, у меня силиконовые формочки, ну, как бы кексиками вот так они сделаны. Хочу попробовать сделать порционно, потому что не знаю, будет Миленко есть, не будет. Понравится маме, не понравится. Мне-то никуда не денешься. У меня-то специфическое питание. Им нужно будет. Попробую, посмотрю, понравится. Тогда уже сделаю такую большую форму. Это ж надо было забраться в коробку, которая такая малюсенькая, это с под Миленкиных туфелек. И мы залезли и сидим. Такие тихие, такие послушные, такие хорошие. Ага. Асютка. Ладно, Бережка, не трогай ее. Если ей нравится, если ей хорошо, пусть сидит.